всем добрый день давайте я представлюсь меня зовут александра головина я художник и всем привет и преподаватель школы рисования doodle in sketch и сегодня с вами будем рисовать в прямом эфире скажите хорошо меня слышно видно так сегодня у нас такая тема в преддверии праздника светлые пасхи мы будем с вами рисовать пасхальный натюрморт такое нас техника будет прям по-сырому такие влажные переливы будут вот наш сюжет и цвета которые нам понадобятся мы уже озвучивали вот такой интересный подбор цветов так карпак или кармин сажи газовый ультрамарин индийская золотистая желтый кадми кадми оранжевый и рубиновая такое необычное сочетание цветов и я объясню почему просто вот сочетание вот этих цветов красный и черный ультрамарин и индийская золотистая мне очень нравится какой получается интересный набор коричневых здесь можно подобрать коричневые различных различные по теплой холодности и по тону то есть светлые темные и эта игра мне очень нравится это можно сказать мой любимый набор цветов для коричневых и также белым будем сегодня делать который также можно варьировать чуть теплее краснее голубей ну прохладнее или теплее вот давайте приступим так нам понадобится лист бумаги я взяла небольшой это у меня хлопок сто процентов это арш понравится краски водичка планшет для акварели желательно потому что техника будет по сырому кисти ну здесь небольшой набор у нас сегодня большой флейт и вот такие средние кисточки если у вас будут какие-то вопросы и обязательно постараюсь ответить задавайте так а еще нам очень вероятно понадобится фен чтобы поскорее все это сделать в принципе все давайте начинать сейчас мы быстренько наметим композицию она у нас не сложная здесь у нас находится вот пасха такая она необычная не белая нестандартная какая-то может быть какао посыпано здесь вот она в перспективе а верхняя часть практически на линии горизонта и здесь получается такая прямая линия она все видно все в порядке сначала наметим пасху здесь у нас стоит чуть подальше фрагмент кулича такой цилиндр и сверху шапка из глазури здесь лежит яичко так примерно так по композиции сейчас я стану проверю пока легко все так оно и будет легко так яичную форму просто придать уточнить здесь здесь сейчас мы еще наметим буквы то есть такая рамочка будет чуть-чуть видно и буквы закомпонуем их сюда влезла вроде бы буквы одна сторона более толстая а другая тоненькая так не совсем правильно вот так сильно конечно не надо спадать в подробности мы их только слегка наметим чтобы было понятно о чем речь так здесь тоже вот здесь тоненькая часть горизонтальная часть такие тоненькие вертикальные более толстые вот так примерно мы с вами наметили в принципе я думаю поистину это лишние линии мы их уберем и сейчас ослабим карандаш немножко особенно там где у нас будет белый я рисую натюрморт пасхальный вот пример вот референс будем рисовать акварелью присоединяйтесь к нам так я возьму глячку мягкую резинку и аккуратно уберу лишний карандаш чтобы это сильно не бросалось когда мы будем работать акварелью чтобы выглядело все более аккуратно так ну давайте начнем работать в цвете возьмем планшет из оргстекла можно взять я не знаю что у вас может быть какой-нибудь кусок от сэндвич панели есть небольшой пластик еще что-нибудь если нет планшет можно заменить можно просто рисовать на твердом столе просто не получится наклонять его но в принципе я и так обходилась так как положить чтобы было видно палитру салфеточку кстати не забудьте для промок того чтобы промакивать кисть так и первым делом мы смачиваем лист бумаги с обратной стороны это позволит нам работать по сырому ну как сказать будет сохранять такую влажность бумаги чуть дольше даже если мы не по сырому работаем то все равно заливка будет сохнуть сохнуть дольше чем обычно то есть хорошенько смачиваем водой обратную сторону прилепим на сегодня конечно так пасмурно может быть не очень светло но я надеюсь что все понятно и видно у меня бумага тоненькая это 180 грамм если у вас 300 грамм то вообще замечательно если вы сейчас рисуете на целлюлозе то вам придется наверное работать чуть быстрее потому что целлюлоза влажная влагу держит не так хорошо как хлопок но на ней тоже можно работать так теперь я возьму тесточку и смотрите мы с вами будем работать сначала с дальним планом он у нас такой размытый мы будем все прорабатывать по сырому поэтому мы сейчас его смачиваем весь смачиваем до границы вот этой вот где у нас начинается наш сюжет я сейчас рисую кисточка белочка среднего размера восьмерка 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 аккуратно вот эти края, чтобы не залезть на яичко или на куличик, чтобы все не растеклось. Так, ну и начнем. Сейчас намешаем белый, про который я говорила. Такой универсальный белый, он состоит из ультрамарина. Желтый, кадми желтый средний и рубиновый. И сейчас подбираем такую пропорцию вот этих цветов, которые бы нам понравились. Я люблю, когда чуть-чуть больше голубого. И берем очень много водички, разбавленный цвет. Вот сейчас я больше голубого взяла и прям сверху нежно-нежно начинаем заливать белый фон. Видим, у нас на референсе там стоит еще один кулич. Их даже два там стоит, сейчас мы их нарисуем. Утки силуэты куличей. Так, для этого нам нужен будет коричневый, и намешиваем его. Так, золотистая. Так, а так. И сажа газовая чуть-чуть. Ого, чуть-чуть. Просто свежей краски я их выдавила буквально. И чуть-чуть не всегда получается, чуть-чуть. Вот. Сейчас я уберу об салфетку лишнюю краску, чтобы у меня прям лужа не получилась. Так, и здесь вот там вдалеке стоит кулич. Вот его силуэт. И потемнее. Повторите еще раз цвета. Цвета для коричневого. Это вот индийское золотистое, потом карплаг и сажа газовая. Ну, вы, в принципе, можете, если у вас таких цветов нет, у вас есть какой-то свой любимый коричневый, может быть, сиена или еще какая-нибудь темный, какие-нибудь из темных оттенков коричневого, используйте их, добавляя чуть больше холодного или красного или желтого. Ну, вот, для тепло-холодности. Так, здесь у нас кулич. Это я взяла вот этот белый, ну, серый, который намешала. И здесь обозначим фон, такой учимняющийся. Так, теперь нам понадобится еще коричневый более ярко, более яркий, поэтому мы берем, так, ультрамарин я добавила, карплаг, золотистая и черная, как бы ее чуть-чуть взять. Ну, смотрите, это у меня сажа газовая, это не обычная черная из Невской палитры. Она, по-моему, однопигментная, если я не ошибаюсь, она не так, она не вызывает такой грязи, как вот обычная черная в стандартных наборах. Это, ну, этот цвет мне нравится, я люблю им пользоваться. Как видите, бумага остается влажной достаточно долго. Так, и сейчас я иду вот сюда, здесь у нас куличик. Я мешаю все те же цвета, только более активно и в разных пропорциях. Здесь можно, кстати, уже взять синтетику поменьше размером, чтобы было удобно. Силуэт кулича, дальше пойдет яичко, которое тоже на фоне. Видите, я здесь дала более темный фон и здесь вот этот кулич. И такое ощущение, что, ну, у кого вот эта белая часть, это наша глазурь от кулича будет. Здесь вот я копнула, да, я вижу коричневым. Все, вышло из положения. Так, давайте. Так коричневый выглядит, как рыжий кот. Ну, фантазия, пусть это будет рыжий кот. Так, и теперь яички, которые там где-то на дальнем плане тоже. Их надо наметить. Здесь я добавлю сейчас немного оранжевого и красного. Вот она будет яичка, его форма. И сухой кисточкой вот этот блик. Так вот размажем, он будет не такой активный. Чуть-чуть побольше красного, чтобы не сливался тот кулич с этим яичком. Так, и там еще одно яичко у нас прячется. Мы его сейчас тоже наметим. Как-то оно у нас немножко по композиции не совсем влезло. Ну, ладно. Будет здесь. И сухой вытираем, пока все не распылось совсем во все стороны. О, да, я постараюсь сохранить. Это видео. Должно быть, если все будет хорошо, то оно будет доступно. Так, ну вот, это у нас дальний план. Да, мы его так более-менее наметили. Может быть, сейчас посмотрю где-нибудь утемнить. Есть желание вот здесь. Где у нас будет контраст с куличом, с белой глазурью. Может быть, чуть-чуть вот здесь. Пока влажная бумага. Если она у вас уже подсыхает, то ставьте в покое. Ничего не делайте. Все хорошо. Так. Веснить, не веснить у кого-нибудь? Отзовитесь. Так, неплохо бы увидеть, что пишем. Отлично. Сейчас я попробую положить рядышком. Влезет, не влезет. Блин, у меня не влезает. Только вот так, вот готовая работа и то она тоже не влезает. Все отлично, но слава богу. Мы не влезем все в один телефон вместе с палитрой и с картиной. Я не знаю, как расположить. Просто референс и работа готова есть в аккаунте. Можно там подглядеть. Можно. Так. Сейчас я хочу подсушить фон и дальше будем работать. Влезет. Продолжение следует... Так, смотрите, я подсушила не прям не насухо, не все, а просто вот чтобы вот эти границы были более-менее сухими, чтобы у нас нечего все плыть и сливаться. Так, еще хочу здесь чуть-чуть убрать карандаш, чтобы он сильно не лез потом. И давайте приступим, дальше будем работать. Сейчас мы будем рисовать Пасху, начнем с нее. Вот этот вот коричневый, который у нас есть, можно его прямо в водичке хорошо разбавить. И зальем первую заливочку, сделаем светленькой. У нас свет, если посмотреть, сейчас я сделаю заливочку и объясню. Смотрите, вот референс. Это обычный фен, это не специальный фен, это для волос. Если присмотреться, ну если обратите внимание, свет идет, он как бы практически сверху, да. Практически сверху и немножко сзади. И получается очень плохо видно разницу между светом на этой плоскости и на этой, но все-таки это, мне кажется, чуть темнее. И эти части яичка тоже находятся, которые ближе к нам, они в тени и блик такой прямо сверху. Вот, поэтому мы сейчас... Сейчас первую заливочку сделаем светлую, чтобы буковки были видны. А чуть попозже еще один слой нанесем. И если не касаться, аккуратненько. Ну можно и коснуться, это не страшно. У меня бумага подсыхает внизу. Я еще раз смочу. Это не криминал, это нормально. Это все те же оттенки коричневого, которые... Это все те же оттенки коричневого, которые... Мы намешали в самом начале. В принципе, у нас вся работа будет построена на одних и тех же оттенках. Чуть-чуть варьируя то в синюю, то в красную, то в желтую сторону. Ну пока вот так. Какие-нибудь вопросики есть? Пока вроде нет. Если я на что-то не ответила... Вроде бы ответила. Если сейчас спросите еще раз. Так, пока пусть подсыхает. Давайте перейдем к куличу. Я еще помочу здесь. Чистой водичкой смочим глазурь. И белый. Остался ли он у нас? Намешаем еще. Повторю. Ультрамарин. Кадми желтый. И рубиновая. Такой получается нейтральный серый, который можно использовать как белый. Как те тени... Теневые части белого. Так сказать правильно. Только хорошенько разбавить водой. Ну вот. Сейчас отметим. Я не очень беру краски много на кисть. Промакиваю ее в салфетку. А то у меня сейчас все поплывет. Я знаю. И обозначаем тени на глазурь белой. Я не очень беру краски. Такой. 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 что за планшет это планшет из оргстекла ну это специальный планшет но в принципе любой кусочек оргстекла или чего-нибудь непромокаемого подойдет ну вот наметили глазурь пока здесь влажно здесь влажно наверное надо будет подсушить чуть-чуть я думаю с этой поверхности уже можно поработать так берем коричневый намешиваем очередной раз сегодня мы его еще 15 раз намешаем диска золотистая и сейчас мы будем не по всему куличу пройдемся ой это пасха у нас не по всей пасхе вот наметим вот эту рамочку и букве буковки слишком ярко взяла и вот здесь у нас внизу так прям тень прям темно страшно вам слышно? слышно, да? так и здесь тоже темно сейчас мы это все немножко смягчим чтобы не было таких прям контрастов, чтобы буковки прям не выделялись прям как самый главный объект так вот влажной кисточкой это я уже от жатой кисточки прохожусь сейчас можно будет в случае чего еще где-то утемнить если все сильно сольется здесь мы тоже немножко слишком светло мне кажется чуть-чуть кисточка побольше с водичкой так отжатой кисточкой пройдусь пока оставим это место так и можно например пойти вернуться к куличу на нем есть такие цветные посыпка такая цветная если хотите можно ее тоже повторить берем любые цветовые цветные какие нам нравятся яркие ультрамаринчик например и так аккуратно натыкаем так по детски по детски желтенький добавим немного веселья не везде вот прям одинаково ритмично разные немножко где-то погуще где-то можно красным еще так теперь давайте сделаем куличик чуть-чуть смочу опять наш любимый коричневый мой любимый только я в него еще добавлю гадми оранжевый чтобы такой более золотистый хрустящий получился и и и и и и и и там где глазурь будет падающая тень от нее и и достаточно темно и 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 Главное не залезть не в Пасху, сейчас рукой, это мое любимое дело, что-нибудь где-нибудь не туда залезть и все размазать. Так и здесь такой рефлекс, чуть-чуть послабее идем, водичкой разбавить свет. И можно сюда тоже оранжевого оттенка. Вот. Дальше я хочу чуть-чуть добавить еще теней вот здесь, где эти буквы. Чтобы у нас чуть-чуть вернулся, вернулась буква Х. Еще слишком влажно, давайте так сделаем. Психанул. Так. Так. Ну пусть вот примерно так будет. Я сейчас посмотрю. Оп. Читается буква, да? Правильно? Кулич так и будет такой темный. Он будет темный. Да. Я уже светлее его не сделаю. Он сейчас высохнет чуть-чуть и акварель при высыхании светлеет. Если вам совсем темно, можете взять посветлее, чуть-чуть его высветлить. В принципе, он там стоит в теней на референсе. У него достаточно темное вот это тесто. Так. Перейдем к яичкам. Начнем с... У нас еще есть время. Я надеюсь, что мы успели. Смачиваем чистой водичкой. Аккуратненько. И опять здесь же варьируем все те же оттенки. Я хочу, чтобы это яичко было более таким красным, бордовым. Основная его часть находится в тени, но есть яркий блик. Еще рефлекс будет. Так вот я обозначаю самые темные участки. Уже лужу в палитре. На палитре. Так, смотрите, отжимаем кисть и делаем вот эти плавные переходы к блику. Так, хоть видно? Хоть я хоть сильно не уехала никуда. Холоденького. Так. Отжатой кисточкой протираем блик. И здесь более светлый такой. Это, наверное, рефлекс от соседних яичек. Я так думаю, чуть похолоднее. Вот так. И по такому же принципу. Соседние яички. Только надо посушить. Заметно, да, как он теряет свой цвет. Мне так хотелось красное, а получилось коричневое. Хе-хе. Хе-хе. Идем дальше. Водичка. Так. Я, наверное, сейчас возьму карминчик. Он более розовый. И здесь мы видим на референсе такой яркий красный рефлекс. Внизу идет. А верх более темный. И холодный. Что красное? Они все красные. В смысле краснее рисовать следующее. Ну вот я взяла карминчик, чтобы было более розовое. И здесь у нас есть тень. Прямо вот на самом-самом краю. Вот здесь. Вот. Вот здесь. Вот здесь. И вот. Вот здесь. Вот здесь. И так. Вот здесь. Идем к плейку. Аккуратненько подходим. отжатой кисточкой, так как у нас бумага мокрая, влажная, сейчас цвет так из белого превратится в тот оттенок, который мы нанесли рядышком, но уже более приглушенный будет. Блик будет не очень яркий. Получилась форма яички, тут не очень ровно, можно будет подкорректировать фоном потом, хитрость. Ну вот, примерно так, еще одно яичко и соседнее, оно будет более рыжее, для этого я, что бы можно было заказывать, как микрости, например, да, правильно, более алый что ли оттеночек. Прямо вот сюда, в нашу уже смесь любимую, так это я раньше взяла, молодец, вот. Сейчас такие будут блики, мы их протрем сейчас, тоже тень. прямо от поверхности, в месте соприкосновения с поверхностью. тень сама непосредственно, собственная. вот эту глянцевость яичек мы добиваемся за счет того, что у нас достаточно яркий блик и есть еще такие рефлексы в тенях, которые мы вот здесь, например, здесь вот он проходит. сейчас здесь тоже будем отжатой кисточкой все проявлять. здесь чуть больше холодного ультрамаринчик. идем в сторону блика. в сторону блика. в сторону блика. в сторону блика. так. 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 эти рефлексы, они должны быть ярче, чем сам главный блик. следите за этим. ну все, на этом можно остановиться с яичками. по-моему, они получились вполне такие глянцевые, аппетитные. и закончим все дело фоном. у нас остается немножко времени, как я вижу. и сейчас мы это сделаем быстро. смачиваем водой. берем все то, что у нас тут намешалось. получим такой нейтральный коричневый. и прямо смело делаем заливочку. добавляем падающие тени и все будет готово. падающие тени. они будут такие холодненькие. так. я ничего не заграживаю. вот такими движениями мы задаем. прям текстуру можно сказать дерево на котором все это лежит сейчас все это подсохнет мы увидим если где-то что-то у вас будет сильно бледно например эти же падающие тени а будет просто еще одним слоем усилить цвет всем в принципе закончили мы еле-еле уложились но вот тот результат который у нас получился вам большое спасибо за внимание буду очень рада если вы порисуете или рисовали вместе со мной желаю вам творческих успехов вдохновения настроения чтобы было хорошее в наше нелегкое время всего хорошего большое вам спасибо за внимание